Чиновники из Министерства финансов предлагают увеличить страховые выплаты пострадавшим в ДТП. Необходимый эксперимент, конечно, уже очень давно назрело, потому что за последние несколько лет стоимость автомобиля изменилась, да и компенсация ущерба, нанесенного здоровью в результате ДТП, в России до неприличного мала. Но вместе с тем, если увеличатся страховые выплаты, неизбежно вырастет и стоимость полисов ОСАГО. Предлагается повысить страховые выплаты за поврежденные машины с нынешних 120 тысяч до 400, а за вред здоровью или смерть до 500. По оценкам страховщиков, тарифы ОСАГО вырастут в среднем на 50%. Правда, происходить это будет не сразу. Сейчас вообще рассматривается вариант такой, что будет возможность выбора размера страховой премии. Ну, конечно, страховщики берут на себя повышенную ответственность. Это всегда должно быть обеспечено какими-то суммами, средствами и резервами. Потому что если до этого максимальная сумма, которую платил страховщик, была 120, теперь по имуществу увеличивают, например, в предлагаемой редакции до 400. В страховых компаниях говорят, что нынешнего лимита в 120 тысяч не хватает, чтобы возместить убытки владельцам дорогих авто. Хотя в среднем остальным выплачиваются суммы, меньшие в 4 раза. Поэтому даже сами страховщики признают, что одинаковое для всех повышение тарифов ОСАГО несправедливо. Нужен дифференцированный подход. Нельзя, конечно же, приравнивать разные машины. У них есть разная страховая стоимость. Для автомобилей, для которых стоимость реальная, положим, не дороже 120 тысяч рублей, то есть равна размеру сегодняшней выплаты по железу, не будет никакого повышения. А тех, где вероятность того, что эта выплата может быть очень-очень большой, там естественно. В Федерации автомобилистов возможное повышение тарифов ОСАГО называют просто еще одной выжимкой денег. По данным активистов этой организации, за 5 лет страховые компании выплатили только 57% от полученных ими взносов. Все остальное оставили себе. Выходит, что даже нынешний тариф завышен. Есть определенный объем денег, которые собираются по ОСАГО. И есть определенный процент, который идет на выплату. Так вот, сейчас норма прибыли там достаточно высока. Порядка 40-50%. Это вполне достаточно резерв для того, чтобы на какую-то величину поднять выплаты. Затем уже нужно смотреть более детальные расчеты. Насколько можно поднимать тариф, чтобы это было, во-первых, безболезненно, а во-вторых, достаточно для того, чтобы поднять выплаты по ущербу. Увеличение выплат пострадавшим в ДТП может обернуться еще одной проблемой. Специалисты ожидают, что вырастет число мошенников, которые будут подстраивать аварии, желая получить прибыль. Поэтому эксперты не исключают, что появятся дополнительные барьеры в получении компенсаций. Добавлю, многие специалисты не сомневаются, что законопроект об увеличении страховых выплат пострадавшим в ДТП все-таки будет принят. Вопрос только времени. Я предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontovo.ru. А если у вас есть новости, звоните лично мне мой телефон 29 29 115. Наталья Истомина, Михаил Масленников, Афонтова Новости. Продолжение следует... Продолжение следует...